История женского монастыря началась с этого места. В 1999 году здесь трое монахинь установили палатку, которая около года была их и храмом, и домом. Монастырь строили исключительно на частные пожертвования. Храмы и часовню проектировал архитектор Федор Афуксиниди. Во время юбилейных торжеств немало добрых слов звучало и в адрес настоятельницы матушки Анастасии. За ту масштабную работу, которую она смогла провести за достаточно небольшой в масштабах истории срок. Праздник над торжеством. Праздник. 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 Вместительность города. Очень приятно знакомиться. Гости знакомились с храмовым комплексом и изучали фотолетопись создания монастыря. Первым в 2000 году здесь осветили собор святого Увара Великомученика. Именно с его колокольни теперь ежедневно по окрестностям разносится мелодичный звон. Затем свои двери для прихожан открыли еще четыре храма, в их числе и церковь в честь иконы Песчанской Божьей Матери. В 2013 году под его сводами вместе с прихожанами встречал Рождество президент России Владимир Путин. К юбилею строители закончили внутреннюю отделку уникальной в архитектурном плане часовни. Ее будут освещать в честь святой Анастасии Узарешительницы. Мне хочется всем сочинцам пожелать счастья, здоровья, побольше приезжать в наш монастырь, причащаться, исповедоваться, вести церковный образ жизни, потому что впереди у нас всех Бог, спасение наше, и мы перед ним за все дадим ответ. Всех гостей праздника угощали солдатской кашей, и это символично подчеркнула настоятельница монастыря. На южных рубежах России православная церковь всегда играла роль духовного оплота для военных, защитников границы. Монастырь будет расширяться и дальше в плане возведения большого храма. Средства дадут меценаты из Москвы. Правда, дата начала строительства еще не определена, но место уже выбрано. Собор появится при входе в православный комплекс.